Всем добрый день! Это Рокзин Роман и сегодня я вам расскажу об определенных техниках, как жить более осознанно и иметь по жизни меньше проблем. Эти упражнения, о которых я вам расскажу, на самом деле очень просты, но они очень эффективны при этом. И их дают на каких-то очень дорогостоящих тренингах или когда люди проходят консультации у психологов, психотерапевтов. Но, выполняя определенные действия, вы сами можете стать себе психотерапевтом. И некоторые люди даже не досмотрят это видео до конца, потому что, возможно, не готовы меняться. Но те, кто заинтересован, продолжайте просмотр дальше и я вам расскажу кое-что интересное. Почему это так важно? Имея какую-то проблему, какую-то сложность, мы часто не задумываемся, откуда эта проблема вообще проистекает. И часто определенные проблемы мы рисуем себе сами. Потом накручиваем себя, начинаем переживать, волноваться, злиться, раздражаться. И вообще теряем контроль над нашей жизнью, что приводит к еще большему усугублению проблем. Я здесь хочу сказать о том, что каждая наша эмоция – это следствие определенных наших мыслей. К чему я это говорю? Для того, чтобы более глубоко посмотреть на механизм возникновения эмоций. Здесь мы не будем ничего подавлять или искусственно, специально заменять одну эмоцию другой, когда чувствуем глубине души по-другому. Я вам предложу вести определенный дневник, который поможет улучшить качество вашей жизни. Безусловно, это не решит всех ваших проблем. Не нужно ожидать сейчас, что я вам дам какое-то чудо, и вся ваша жизнь прям сразу изменится. Но определенные изменения вы почувствуете, если будете это делать. Вопрос – зачем? Допустим, у вас повторяются по жизни какие-то ситуации, которые вас раздражают или обижают. И вы чем-то недовольны, что-то хотите изменить, но вообще не понимаете, что же можно сделать. Смотрите, не все знают то, что ваше чувство, например, раздражение, обиды или гнева, или какое-нибудь еще чувство, на самом деле продиктовано вашими мыслями и вашими глубинными убеждениями и установками. Это сложно, может быть, заметить сразу, но я могу вам доказать это, если приведу такой пример, что была определенная ситуация, и в ней было 100 человек. И вот в этой ситуации один человек обиделся, другой человек разозлился, третий рассмеялся, четвертый вообще никак не среагировал, это вообще его никак не задело. Из этого можно сделать вывод, то, что было определенное событие, но реакция у каждого будет своя. Так вот, интересен вопрос, а почему же у одного человека одна реакция на событие, а у другого другая реакция? Это все связано с тем, что у каждого человека есть свои убеждения, как он должен поступать в определенной ситуации. И мы в большинстве своем поступаем шаблонно. Например, если вы поступали тысячу раз определенным образом, то, скорее всего, при возникновении такой же ситуации вы поступите точно так же. Если все делаете, не задумываясь. Из этого можно выйти, если начать задумываться, что вы сейчас делаете. Итак, дальше о том, что я хотел вам рассказать. Мы говорили, что есть некое событие, событие. Потом за доли-доли секунд ваш мозг реагирует, какое было событие. И он ищет в базе данных, в нейросети, как он реагировал до этого. И выдает выборку, как поступить. Вы, наверное, понимаете, что если эти данные будут иные, то на автомате человек будет поступать иначе. Так вот, дело в том, чтобы постепенно эти нейроцепии менять. Но мы не можем их просто взять и старое удалить, просто взять и удалить. Так на самом деле не работает. Мы можем перезаписывать эту информацию новыми данными. И когда этих новых данных будет определенное количество, ваше подсознание будет выбирать уже с последних данных, где будут больше нейронных цепей. Допустим, вы испытываете обиду или гнев при каких-то обстоятельствах. Очень важно задумываться, задать себе вопрос сперва, а чего вы хотите? Видите, определенные просыпания активируют вас, и вы будете более осознанно, чего вы хотите. Вот, чтобы не инстинктивно гоп разозлился, заплакал, обиделся или еще что-то. А сперва задать вопрос, чего хочется, тем самым вы будете немножко просыпаться. Теперь, как вы дальше среагируете, на это влияют ваши убеждения, ваши мысли. Вы их, скорее всего, не замечаете, потому что эти мысли, они доли-доли секунд. Если бы вы все осознавали, то жить было бы очень сложно. Поэтому эти мысли уходят на более глубокие слои подсознания и обрабатываются там. Вам не нужно уже на сознательном уровне беспокоиться и задумываться об этом. Я думаю, вы понимаете, к чему я это говорю. То, что как вы себя поведете, это результат ваших определенных установок. Все наверняка видели фильм «Секрет» и что-то в стиле «Мысли позитивно, и у тебя все будет хорошо». В этом лишь есть доля правды, но не все говорят, что на самом деле делать. Потому что можно мыслить позитивно, но при этом иметь кучу страхов, переживаний и пытаться насильно себя заставить мыслить позитивно. Но в конечном итоге вы разочаруетесь, сольетесь и скажете, что ничего не работает. И у вас какой-то особенный случай. С этим сталкивались огромное количество людей. Поэтому, чтобы разобраться, что же там в глубине, очень важно начать вести дневник. Дневник называется СМЕР. Как это расшифровывается? Есть события, мысли, эмоция и реакция. Реакцию можно разделить еще на два столбца. Это реакция в вашем теле, что вы почувствовали. И реакция видеть ваших действий, что вы сделали, что вы предприняли. Ведя определенный такой дневник, вы станете более осознанны. Это, конечно, не уберет ваши очень-очень глубинные установки. Но, знаете, в большой мере много установок у вас изменятся. А знаете почему? Потому что очень часто, если вы замечаете что-то, если вы видите что-то, то вы можете с этим работать. Если же все происходит неосознанно и возникают какие-нибудь все на эмоциях, вы дергаетесь или что-то, или печалитесь, то вы не осознаете это, вы не понимаете вообще, что происходит. И также продолжаете шаблонно жить. Этот дневник поможет вам осознавать себя. То есть вы выписываете события. Примеру. Я приведу пример, вы записываете свой пример. Я пообщался с другом и сказал то-то, то-то. Он мне сказал то-то, то-то. Здесь вы не должны писать, как надо было, или что я вот хотел. Здесь вы пишете, как будто вы снимаете с видеокамеры. Как будто видеокамера сняла, было событие. Человек А пообщался с человеком Б, сказал то, кто этот ответил это. Вот это вот событие. Здесь его никто не приукрашивает, ничего не делает. Как есть описание. Потом, ваше подсознание, когда возникает такая реакция, связывается со своей базой данных, и на основании определенной мысли, установок, как надо, хорошо это, плохо, начинается определенный алгоритм проработки этих данных. И, допустим, когда человек, например, накричал на вас, у вас сразу же в базе данных был поиск. Ага, на меня кричат, значит, у меня установка. Если на меня кричат, ну, к примеру, у вас может быть другая установка, я лишь пример приведу. На меня кричат, ага, я плохой, я виноват, я поступил неправильно, либо, он дурак, так нельзя. И пошел быстро перебор, перебор всех-всех этих, что связано вообще с таким. Другой выражает человек гнев, у меня тоже установка, на меня злятся, значит, я поступил неправильно, так-так-так, я поступил неправильно, значит, я виноват, надо испытать чувство вины, здесь надо испытать чувство гнева. Я это говорю для того, чтобы вы понимали, то, что чувства вы испытываете, но они вторичны. Если копать глубже, то под чувствами могут быть другие чувства, потом вторые, третьи, пятые, а под каждым чувством еще подкрепление какими-то установками. Так вот, вы выписываете потом ваши мысли, которые у вас были в тот момент, здесь не надо ничего сперва вот переделывать, вы пишите, какие мысли были, даже если вам кажется, что это бред, как правило, практика показывает то, что именно то, что вам кажется бредом, это именно то, что на самом деле очень важно. Вы выписываете свои мысли, потом вы выписываете эмоцию, как вы среагировали, я разозлился, я обиделся, и так далее, какие-то эмоции. Вы можете выписать также в процентном соотношении, насколько сильна эта эмоция. Вот. И потом пишите реакцию в вашем теле. Я почувствовал жжение в груди, я почувствовал головную боль, я почувствовал, что мои мышцы дрожат, ну и так далее. Это очень важно, когда люди говорят, ой, у меня сердце болит, сейчас будет инфаркт. А если глубоко начать разбирать, то на самом деле это просто у человека определенная привычка, ну, например, либо манипуляция какая-нибудь, и человек хочет, чтобы другой поступал точно так же. И на подсознательном уровне это уже не осознается. Вот. Человек начинает провоцировать определенную ситуацию, и вот у меня болит сердце. Или мне тяжело дышать, у меня что-то с дыханием. Либо у меня голова заболела. Ну и так далее. Ведя такой дневник, можно просто разобраться, а почему у вас те же самые, к примеру, головные боли. Вы можете задуматься и понять, что, например, головная боль у меня возникает не просто так. Вот. Очень-очень важный момент, который, ну, многие люди не знают. Если вы проанализируете, когда у вас возникает боль, вы, ну, столько много о себе узнаете и очень сильно удивитесь. Но 99,9% людей, ну, не знают, у них нет инструментов, как это узнать. И даже не каждый психолог, психотерапевт понимает полностью, глубинные механизмы. То, что очень часто, например, головная боль может быть вызвана тем, что вы подсознательно злитесь на что-то, на кого-то, на что-то, но не выражаете этот гнев, и у вас начинается головная боль. Либо тысячи других причин. Это просто наиболее частый вариант, который и я на себе замечал, и на других людях, что можно пить таблетки от головной боли, но причина не будет прорешиваться. А можно снять головную боль вот так вот. Просто если знать вектор приложения, почему она возникла. Безусловно, здесь мы не будем брать какие-то случаи тяжелые, где там опухоль головного мозга. Я вам про такие варианты, когда обыденно что-то возникает, и человек ходит с мигрениями. Например. Вот. Эту ситуацию тоже можно расписать по дневнику, по вашим ощущениям. И вот вы досмотрели сейчас до конца. Вы один из тех, кто действительно хочет изменений, кто хочет что-то делать. Вот просто если вы начнете вести такой дневник, у вас пойдут глубинные изменения. Ведите этот дневник ежедневно. Вот у вас возникло какое-то ощущение, какое-то чувство, переживание. Возьмите его, пропишите по этому дневнику. И делайте это регулярно. Через некоторое время вы станете более осознанным и начнете больше понимать и себя, и окружающих людей. Вам это будет интуитивно более понятно. И таким образом можно избавиться от большого количества психосоматических заболеваний. тех заболеваний, которые у нас лечат таблетками, как-то все долго и нудно, оно все равно есть. Так вот, я вам буду рассказывать, как на самом деле, на самом деле лечить заболевания. Не следствия, а причины именно вашего заболевания. за счет осознавания ваших чувств и ваших глубинных верований. И, возможно, где-то вы эти верования нарушаете. То есть вы хотите одного, но другие установки вам запрещают это делать. И очень много энергии тратится на удержание вот этого вот всего. Когда начинаешь это вскрывать, то высвобождается огромное количество энергии. Спать хочется меньше, а действовать хочется больше. И голова становится более чистая. Но, чтобы это сделать, надо очень долго это все раскапывать, и многим людям это не хочется. Многие люди хотят быстрых каких-то изменений, чтобы все решилось как будто волшебная палочка есть. Двинул волшебной палочкой, и все вот быстро прошло. Но такого на самом деле не бывает. И за всем стоит работа. Поэтому этот дневник, о котором я сказал, он очень важен. Он поможет вам жить осознанно и излечиться от заболеваний. Если же у вас возникли вопросы, какие-то сложности, вы можете мне написать. Вы можете ко мне обратиться за консультацией, и мы вместе будем разбирать ваш конкретный случай. И я попробую вам помочь, чтобы вы стали более эффективным, более успешным и счастливым человеком. Обращайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Я буду снимать видео, где буду на конкретных примерах вам что-то показывать. Не лить воду обо всем и ни о чем, а конкретно, что можно делать, чтобы проблем жизни стало меньше, а сама жизнь стала более счастливой и успешной. Чтобы вы больше радовались и достигали того, чего вы хотите. Успехов вам! Продолжение следует...